Всем привет, ребят! Добро пожаловать на прямой эфир. Вот те темы, которые я хотела обсудить. У меня как-то в комментариях спросили, сколько мне лет, и я в комментариях сказала, что мне 18. И прям из этого столько хайпа поднялось. Такой бунт в комментах, поэтому я хотела поговорить на эту тему. Потом в комментариях на ютубе мне рассказали о моих пластических операциях. И тоже мне было бы интересно осветить эту тему. Затем у нас есть небольшой диалог с нашим чатом ВКонтакте и Ватсапе с Андреем Счастье. Потому что он меня уже давным-давно зовёт на интервью. А я такой суперинтровертный интроверт, что мне тяжело такие вещи даются. И есть один вопрос, на который я обещала ему уже 100 лет назад ответить. Но отвечу таким образом в прямом эфире. Затем расскажу про котиков, как у них дела, чем они питаются. Хотя эта тема, она всегда такая очень плавная, подвижная. Потому что сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Ага, привет. Первая тема по поводу того, что я написала в комментариях на вопрос, сколько мне лет. Я написала 18. И я не ожидала, что люди пойдут гуглить Юлия Леночкина возраст. Потому что... И как вы можете писать, что вам 18? Хотя... Расскажите, пожалуйста, про норму витаминов для веганов. Как часто надо задавать анализы? Беспокоить отсутствие месячных выпадают волосы. Я обязательно вернусь к этому вопросу. Но пока что тема... Выскажусь на тему, которую я обозначила. Так вот, я вначале подумала, что вообще, наверное, не стоит тогда говорить о своём возрасте. Потому что моё восприятие себя, оно не совпадает с какими-то вот клише, стереотипами, которые приняты у нас в обществе насчёт определённого возраста. Вот. И я подумала, может, мне вообще не писать о своём возрасте тогда. То есть я чувствую себя лучше сейчас, чем в 18. Это просто однозначно. Вот. Поэтому я... И я, кстати, очень хорошо помню, я когда читала книгу по какой-то серии рекомендаций Бориса Акунина, какие-то японские детективы или японский роман. В общем, я не помню автора, но я хорошо запомнила вещь, что в книге было написано «человек среднего возраста» и в скобочках примечание редактора, что в Японии восприятие возраста, оно другое. И человек среднего возраста там был 56-летним человеком. И мне вот просто... Я была, я не знаю, я ещё в школе училась. Я очень любила тогда Акунина и люблю его сейчас. Кстати, любимое у меня произведение у него это «Алмазная колесница» и «Коронация» из цикла «Фандорин». Вот. Это прям вещи, которые зачитаны, перечитаны просто до дыр. И вот восприятие обществом в Японии возраста 30 лет, я уверена, что это ещё как подросток, как очень молодой человек, каким я себя ощущаю. Но в нашем обществе это немножко по-другому, поэтому я задумалась, говорить о своём возрасте или не говорить. Вот. И, ну, плюс ещё там разные стереотипы на возраст накладываются, что ты уже там к 30 должен иметь там семью, детей и все вот такие вот вещи, которые, в общем-то, не совпадают с моим восприятием мира, с тем, что я хочу и куда я двигаюсь. Вот так вот. Дальше. Комментарий, который очень меня позабавил на Ютубе. Под каким-то видео мужчина написал, «Мне кажется, или у вас укола-то верхняя губа?» Ну, знаете, вот это вот филеры в губы. И, ладно, там человек написал, но в комментариях ему какая-то женщина ответила, что «Вам не кажется ха-ха». Ну и такой смайл. И, в общем-то, забавно, что человек делает суждение вообще без моего участия, и другой человек это подтверждает. А на самом деле, то есть я вообще абсолютно не против пластических операций и какой-то корректировки внешности, хотя я сама их не делала и как-то не планирую делать, но дело в том, что губы кажутся больше просто из-за брекетов. То есть, да, я корректирую внешность, видите, поэтому я и не против. Но из-за брекета, получается, брекеты на зубах, и это... Из-за них кажется, что губы больше, хотя, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы исправлять свою внешность. Хотя, если ты исправляешь свою внешность в ожидании, что тебя будут больше любить, вот, за внешность, то это для женщины, мне кажется, очень опасная установка, потому что, в общем-то, внешность может быть разной, и отношения, построенные на внешности, они обычно недолговечные, то есть должны быть эмоциональные связи с партнёром, энергетические, общие интересы и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. Так что по одёжке встречают и провожают по уму, как говорится. Вот. По поводу ответа Андрея Счастья. Вот у нас с ним... Он меня всё время зазывает на интервью, но я... очень интровертный человек, и мне достаточно тяжело выйти из своей скорлупы, но у нас с ним произошёл диалог в том смысле, зачем мне блог, и зачем я его веду. И стандартный у меня всегда ответ был на этот вопрос, но вопрос Андрея, он меня заставил очень призадуматься, и причём, что мы с ним разговаривали про эгоизм, и он сказал, что все люди эгоисты, и это очень совпало с моим желанием, скажем так, проявлять больше любовь к себе, вот, что в какой-то степени является эгоизмом. Так вот, он задал вопрос, зачем тебе блог, зачем ты хочешь быть знаменитой? и вот это вот немножко такая вещь, которая вызвала во мне сопротивление, вот, но, как говорится, там, где сопротивление, там больше всего проработки. И мой стандартный ответ на этот вопрос, что когда я искала ответ, как вылечиться, мне очень сильно помогли блоги других людей, и отзывы других людей, которые на своём примере рассказывали, как у них получилось, и это меня очень сильно вдохновило. Поэтому я решила сделать то же самое, поделиться, ну, и плюс ещё, когда ты находишься там, на каких-то первых стадиях сыроедения, это просто такая эйфория, что... и вообще, вообще, я уже много раз говорила, что у меня просто занавес открылся, и ты хочешь со всем миром этим поделиться, что люди, вот, ответ на ваш запрос, вот, но, естественно, люди 99% и слышать об этом не хотят. И, то есть, зачем я начала вести блог, это, вот эта вот причина. Но, более глубокая причина, до которой я додумалась, благодаря Андрею, это то, что, вот, к 26 годам, то есть, 4 года назад, это был для меня, вообще, в целом, какой-то прорыв, что я, наконец-то, чего-то добилась сама. то есть, не то, чтобы мне когда-то были, там, суперинтересные достижения, в школе я училась на хорошо, но не было такой сферы, где, то есть, мне нравились очень истории, английский язык, очень, у меня было в этом, есть, были к этому склонности, в университете мне нравился очень сильно маркетинг, наряду с бизнесом, английским, вот, но, когда я перешла на сыроедение, это был для меня, вот, настоящий прорыв, и настоящее достижение, то есть, по моим внутренним, личным критериям, поэтому, такой вот, такая вот, эгоистичная, эгоистичный здесь, есть посыл, есть тоже, что я добилась, я смогла это сделать, я просто обычный человек, да, то есть, без каких-то там суперспособностей к, я не знаю, там, вгонять, держаться в рамках, без какой-то особой силы воли, то есть, ну, на силе воли, это всё, конечно, не вариант, потому что ты себя ограничиваешь, но в любом случае, для меня это было достижением, то, что я сделала, то, что не могут сделать большинство, и это вот был, и является для меня поводом, для гордости, и за это всё время, как вы видите, по ответам на вопросы, очень много, я за 4 года накопила опыта, и прям, мне очень хочется им делиться, вот так вот, читаю ваши комментарии, знаю ли я своё духовное имя, ну, в принципе, мне интересно было узнать, но исходя из того, что вы обращаетесь ко мне, Лена, то, Лена, да, моё духовное имя, Елена Прекрасная, Как быть сыроедом в Швеции? Рынков нет, фрукты только в супермаркете, и дорого, но не обязательно, на сыроедении есть только фрукты, есть очень много, и овощи, и зёрна, и зелень, и салаты, то есть, на самом деле, есть очень много вариантов, и к тому же, ну, ладно, хотела сказать, что дорого, это только установка, которая живёт в вашей голове, то есть, установка, которая, что в Швеции быть сыроедом невозможно, хотя я более чем уверена, что в Швеции в процентном соотношении гораздо больше веганов, и гораздо больше сыроедов, чем в России. ещё хотела сказать, что я давненько не делала видео на Ютубе, потому что у меня было два очень классных вебинара, один вебинар по жидкому питанию, и его сейчас можно приобрести в записи на моём сайте, и я там прям выложила всю-всю-всю информацию, мой личный опыт, конечно, подкреплённый, подкреплённый книгами, но всё-таки мой суперличный опыт в соках, я сейчас, кстати, тоже вчера было голодание, вчера эко-даши, и сегодня я на соках, поэтому могу немножко подтормаживать, но чувствую себя вообще очень хорошо и отлично. И второй вебинар, который мне даже вот субъективно понравился больше, это полноценное веганское питание, это вот кто спрашивал у меня в комментариях, я поняла, что у меня очень много информации на эту тему, я сделала, подготовила для вебинара файл, и там 55 страниц, просто вот очень чётко, там где брать витамин, там витамин, ну я не знаю, B12, там все минералы, как правильно питаться, как смешивать, и какие анализы сдавать, что там ещё, какие анализы сдавать, какие БАДы, возможно, можно принимать, и вот этот вебинар вообще очень суперский, и его также сейчас можно приобрести на сайте, там прям вообще без воды, два часа чисто, очень много полезной информации, именно по забалансированному веганскому рациону, вот. Здравствуйте. И, что я, чем я сейчас занимаюсь, я завела второй канал на ютубе, но пока что я туда видео не выкладывала, и это к тому, к разговору о том, что от тебя, как ты себя позиционируешь, и что от тебя хочет видеть и слышать аудитория, потому что на своём основном канале, который, в принципе, в основном посвящён сыроедению, рецептам и кулинарии, есть определённые от меня, от контента ожидания, вот. И поэтому у меня давно уже зрела вот эта вот мысль, что у меня очень много есть высказаться на темы, которые вообще не связаны с питанием и не связаны с сыроедением, то есть я хочу развиваться дальше, но вот этот канал, где сформировано определённое ожидание от контента, и я как-то вот у меня был ступор, я даже, честно говоря, хотела вообще от него отказаться, но вообще его не вести, но я понимаю, что несмотря на то, что сейчас вы смотрите в прямом эфире меня в инстаграме, больше всего мне нравится делать видео на YouTube, вот. И я считаю, что через видео больше человек воспринимает информацию, чем через текст, через фотографии, через аудио и так далее. Вот. И для меня как раз на YouTube я считаю, что я больше всего проявляюсь. Так вот, я завела дополнительный канал, и у меня уже на листике выписано 80, даже больше, да, уже 85 тем, на которые я хотела бы сделать видео, которые вообще не касаются веганства, больше касаются какого-то духовного развития, моего восприятия вообще мира, жизни, моих каких-то предпочтений и так далее. И мне очень интересно будет его развивать. Вот. И я прям очень воодушевлена этим, но пока что я ссылку на него не даю, и думаю, какое-то время мне просто будет интересно выкладывать видео вообще на пустой канал, чтобы туда пришла совершенно другая аудитория, но, естественно, чтобы она энергетически для меня была близка. Так же я сейчас занимаюсь книгой, а я уже составила рецепты, и сейчас мне очень захотелось сделать книгу с веганскими рецептами, то есть приготовленными, но без соли, без жарки, без сахара, то есть именно вот то, что я без глютена, без там, в общем, какой-то супервредной обработки, очень диетические, при этом очень вкусные блюда, потому что я вообще не видела, не встречала таких книг, ну, по крайней мере, в русскоязычном пространстве, да, и в англоязычном, в принципе, тоже, чтобы это была именно здоровая веганская еда, поэтому я поняла, что я сделаю здесь сама свою книгу, но пока я на соках, мне достаточно тяжело вовлекаться в рецепты, потому что, когда ты смотришь на еду, даже через картинку, то ты хочешь кушать, поэтому так получается, что я ещё буду её редактировать, добавлю туда ещё очень много пользы, тоже по сбалансированному рациону, точно так же, как и в моей первой книге, самые лучшие рецепты сыроедения, в общем, я как бы воодушевлена этой книгой. И ещё я очень хочу переделать свой марафон «14 дней умного сыроедения», с которого я начинала, я пока что не знаю, оставить ли его с таким названием, но я очень хочу его, ну, оставить основу, да, вот эту вот научную базу, как питаться на сыроедении, на веганстве правильно, но я хочу добавить ещё психологические методики, энергетические, которые мне самой очень помогли, и очень хочу добавить практики на любовь к себе, потому что только на основе практик любви к себе. это, кстати, пришёл мне инсайд после разговора с психологом Викторией Петровой, которая мне очень-очень-очень сильно помогла, что получается, через еду, через еду я люблю себя, то есть через здоровую еду я проявляю любовь к себе, но с другой стороны, можно прийти к тому, что нужно любить себя вообще-то просто так, не за что-то, что нам привыкли в детстве, как нас обучать родителей, что если ты вот там будешь отличница, то мы тебя любим, да, ты хорошая девочка, а если ты там получила тройку, то нет, мы тебя не любим, вот, и я поняла, что это вот вообще очень важный ключ, вот эта вот любовь к себе, проявлять её через разные аспекты, и в том числе я поняла, что это история про меня, что я проявляю любовь к себе через еду, и, соответственно, таким образом можно, развивая любовь к себе, избавиться от пищевых зависимостей, от заеданий, перееданий, потребления вредностей, потому что, когда ты понимаешь, что ты любишь себя, ценишь себя, то ты не будешь в себя впихивать этот мусор, но это не вот так вот сделать, то есть этим нужно заниматься, это нужно прорабатывать, нужно делать практики, нужно, в общем, заниматься собой, чтобы полюбить себя, и вот эта тема мне тоже сейчас очень интересна, надеюсь, что вам тоже. Хотела сказать про книгу «Закон притяжения», она, эта книга вот просто, вот как я делала видео, книга, которая перевернула мою жизнь, это «Трансферфинг реальности», так вот эта книга, она прям дополнила именно с какой-то такой энергетической, очень позитивной точки зрения, это авторы американские Эстер Хиггс и Джейри Хиггс, и я смотрела на ютубе какие-то видео о Преуинфри, и, честно говоря, я думала, что ОПРА, то есть, что наше телевидение, там, Малахов и так далее, это какой-то аналог ОПРЫ, но когда я посмотрела какие-то вырезки её шоу, её мастер-классы, я поняла, что ОПРА и Малахов — это просто небо и земля, то есть она там говорит, она там с 90-х годов говорит на своём шоу просто такие глубочайшие вещи, что Малахову и не снилось, и я попала на её радиобеседу с Эстер Хиггс, Эстер Хиггс — это ченнеллер, то есть она проводник, является проводником между нематериальными сущностями в более высоких вибрациях, и через неё они разговаривают, и вот кто у меня бы спросил, типа, как я пришла к ченнелингу, почему я считаю, что это правда, ну, у меня такое ощущение, что я не могу вспомнить эту точку, потому что для меня это настолько естественно, и когда в 2014 году был такой очень период у меня, когда в жизни происходило очень много изменений, потому что я из Украины родом, вот живу в России, в России сейчас, и тогда вот ченнелинги в группе «Откровение новой Лемурии» в ВКонтакте и к районам мне вообще очень помогали, то есть я когда открыла, наверное, первый раз ченнелинг, то есть у меня не возникло какого-то когнитивного диссонанса, что это может быть там неправда, и это всё придумки, и вот эта вот книга, она построена на ченнелингах, и ключевая мысль этой книги, я, кстати, купила ещё другие книги в серии «Закон притяжения и отношения», «Закон притяжения и деньги», так вот, ключевой смысл этой книги в том, что всё в нашей жизни мы притягиваем своими собственными мыслями, и всё в нашей реальности существует, потому что мы этого хотели, потому что мы это притянули своими подсознательными установками, и я думаю, что эта фраза, она, то есть для меня она не нова, но эта книга раскрыла новые грани, скажем так, познания себя через то, что я творец своей собственной реальности, как и вы тоже, и вообще вот просто каждое слово, каждое предложение в этой книге цена, так что я вообще очень рекомендую её почитать. Так, и что я хотела ещё сказать? А, по поводу котов. По поводу котов многие меня спрашивают в директе, но, к сожалению, в директе я не могу отвечать на сообщения, потому что если я буду отвечать на сообщения в директе, я буду этим заниматься целый день, поэтому для меня вот такие вот эфиры на большое количество людей гораздо проще делать и делать сторис с ответом на вопросы. Вот, коты, конечно... А, да, напомню, что Феликс, вот мы недавно праздновали год, как мы его взяли, мы его нашли на улице, и там прям была целая история, как соорудили котоловку, чтобы его словить, потому что он очень боялся, он жил в подвале, и он сфинкс, он лысый кот, вот, поэтому ему в подвале вообще противопоказано жить, вот, и когда на улице, тут же рядом с подъездом, мы нашли рыжика, который явно ему на улице было некомфортно, и он несколько... То есть мы заходили, выходили, и у него лежала еда там на улице, побулись это больно и подкармливают, и он всё равно мяучил, и он тоже был с людьми, но ко мне он подошёл, я взяла его на руки, в общем, мы его занесли домой, Феликс был в абсолютнейшем шоке, в таком ступоре, я вообще его никогда в жизни таким не видела, и первое время, первые ночи были бессонные, они не могли находиться в одной комнате, приходилось одного закрывать на кухне, вот, и мне казалось, что это никогда не изменится, но потихоньку, постепенно, Феликс всё-таки теперь может находиться с ним в одной комнате, но как бы он не особенно с ним дружит, то есть он может его цапать, Рыжик тоже вначале был такой тихий, спокойный там, не бейте меня, не трогайте меня, сейчас тоже там Феликса начинает, что там мяучит, то есть он вообще, Рыжик, очень пугливый, но он понял точку воздействия на Феликса, что он может на него повышать голос, ну, в общем, они, конечно, ну, в основном спокойные, но, наверное, не меньше раза в день всё равно гоняют друг друга, вот. По поводу питания котов, наверное, нужно сделать на эту тему отдельный пост, но я уже писала в сторис, что вначале, когда мы их, когда мы их только взяли, естественно, то есть мы что Феликсу, что Рыжику давали вот эту вот самую обычную, ну, там первые несколько дней еду, потому что, понятное дело, что у них были настолько забитые вкусовые рецепторы, и мы это проверили и на Феликсе, и на Рыжике, что они обычную еду вообще не воспринимали, но моя схема, мой метод сработал, что я в этот вот влажный или в сухой корм мы подмешивали там огурец натертый, морковку давали, брокколи, то есть и корма этого вреднейшего становилось меньше, а здоровой еды больше, и сейчас, в принципе, у нас немножко, ну, даже не немножко, уже сформировался рацион, они едят тертый огурец, очень любят, то есть все те вещи, которые я вам назову сейчас, они очень любят, они едят вареную брокколи, Феликс очень любит манго, авокадо, но авокадо, манго еще можем давать, но авокадо жирное стараемся не давать, и достаточно продолжительное время мы им давали корм, веганский, веганский корм, ами итальянский, потом перешли на корм от Фролова, но мне не сильно нравилось, что Феликс чесался, то есть у него такой очень, видимо, организм такой восприимчивый, что какие-то вещества в этих кормах к нему подходят, потом, это был очень большой блок у меня, но мы перевели их, то есть оставили вот эти вот овощи, там огурцы, брокколи, немножко морковки, а овсянку, они еще полюбили вместе с нами овсянку, просто невареную, просто замоченную, а я им еще добавляю смесь, там биодобавки, там очень много трав для котов, которые я заказывала на iHerb, потом делаю им, иногда замачиваю где-то раз в неделю, семена чиа, семена льна, семена расторопшие, тоже добавляю в мясо, у меня был очень большой блок, относительно того, что им нужно давать мясо, и вот с месяца два, даже три, мы им покупали сырое мясо, это в основном перепелка, потому что курица, это вообще страх, на гормонах, и индейка, и точно так же там буквально одну столовую ложку этого фарша, или мяса, перемешивали естественно в огурце, в брокколи, в овощах, им кстати очень нравится замороженная мексиканская смесь, там где кукуруза, зеленый горошек, стручковая фасоль, то есть они это едят с удовольствием, хотя и у Феликса, и у Рыжика, есть свои пищевые предпочтения, вот, например, Рыжик очень любит листы нори, водоросли, а Феликс вообще, как бы их не воспринимает за еду, вот, по поводу питания котов, а, да, и вот они ели, здесь где-то месяца два-три, вот этот вот сырой фарш, с разными овощами, а тыкву я давала, кстати, тоже сырую, натертую, и кабачок, но от кабачка они вы, кабачок им не идет, вот Феликс рыгал, вот, и сейчас опять мы заказали корм у Фролова, брали опять мясо, чтобы проверить, как они себя будут чувствовать, то есть насколько, насколько, в общем, будем смотреть по их шерсти, точнее по шерсти Рыжика, по их поведению, по их игривости, насколько корм на них после мяса веганский и веганский сыроедный будет влиять, в общем, тоже я нахожусь все-таки в поиске. Юля, скажи, почему ты не проводишь марафоны, а о каких марафонах идет речь? Кто вы по национальности, у вас необычная внешность и манера говорить? Ну, вообще, родилась я в Украине, в Восточной Украине, вот, в Донецкой области и жила с второго класса в Донецке. Папа украинец, мама русская, поэтому здесь никаких таких, ничего здесь нет такого необычного, а необычная манера говорить, это моя характерная особенность. Секлитово-Стрельниково-Контактеры, вы не знакомы с ними, у них более масштабная контактная информация, нет? Какой график питания вы соблюдаете? Последний и первый прием пищи, ну, первый прием пищи, наверное, спустя час или два, даже после пробуждения, это в основном сок или там арбуз сейчас. Последний прием пищи, ну, наверное, часов в шесть, наверное, где-то даже в семь, максимум до восьми, потому что есть на ночь очень вредно, очень вредно, тогда тяжелый сон, тяжелое просыпание и так далее. А я после условного голодания по Марве Агонян не могу остановиться в еде. Почему? Видимо, соскучились. Привет из Киева. Привет. Привет. Так, ребят, жду ваши вопросы, в принципе, все темы, которые, о которых я хотела сказать, я сказала. Поэтому по поводу марафонов, если вы имеете в виду марафоны по еде, то, ну, я бы сказала, что, наверное, со стороны не сильно видно, но они, их проведение очень энергозатратно и требуется большая подготовка. Там, когда мы сели вместе и написали, что мы делаем по такому марафону, это вот сомнезаправлый тетрадий, который на каждой клеточке, это большая работа, очень энергоемкая, и я не думаю, что их можно проводить как-то часто. Стоит ли практиковаться эзотерическому учению Зеланд? Я не считаю, что Зеланд учение эзотерическое, то есть для меня это, то есть то, что мы думаем, то мы и себя привлекаем, для меня это абсолютный факт, то есть это это и есть жизнь, то есть это не что-то не что-то необычное. Вы пьете какие-нибудь травки, например, по очищению лимфы или от плесени и грибов? Нет, нет, вообще ничего такого не пью. кстати, очень интересно, я, меня спрашивали, за какими блогерами я слежу, и я бы сказала так, что мне нравятся люди на YouTube, которые несут свет, которые несут добро, которые позитивно заряжены, у которых есть чувство юмора, и среди сыроедных веганских блогеров я смотрю девчонок Равана, Фулиро Кристина, Роу Элаймент и Кейт Флауэрс, они все вещают, но они из Штатов, и они все вещают на английском языке, но в принципе для тех, кому сложно смотреть на английском, есть субтитры на YouTube, вот, и это те блогеры, которые мне очень нравятся, и мне очень нравится, что помимо такого месседжа, посыла в питании, они еще говорят о той же самой любви к себе, о энергетическом духовном развитии, о повышении вибраций, о благодарности, и вот все такие вещи, и мне вот очень нравится, я прям вот за этими четырьмя девчонками слежу, и даже вот недавно у Кейт Флауэрс, у нее вышла книга по веганству, и я ее купила, и она очень интересная, мне очень понравилась, вот. Так, ребята, жду ваших вопросов, сколько мне лет? 18, жду ваших вопросов, если нет, то буду заканчивать эфир, вот, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что у меня, что вам интересно, то, что я думаю, то, что я говорю, очень хорошо выглядит, спасибо, очень приятно. Ну, все, рада была с вами пообщаться, и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok